к вновь избранному президенту этой страны Владимиру Зеленскому. Он общался с астрологами местными, не скрывал времени своего рождения, благодаря чему мы знаем точную натальную карту этого политика, что тоже не всегда бывает, и можем судить о его приоритетах, о его характере. 25 января 1978 года. Именно так. Это Водолей первой декады. Это день рождения Владимира Семеновича Высокова. Именно так, и это Татьянин день. И вообще 25 января это важная дата в структуре России, потому что многие известные духовные личности, оставившие свой след в духовной культуре России, рождаются в 20-х числах января. Это связано с тем, что в это время Солнце начинает транзит по знаку Водолея, а именно Водолей на астрологической карте мира является знаком России. Из чего можно сделать прогноз, что Владимир Зеленский либо кардинально должен улучшить взаимоотношения между нашими странами, либо окончательно и уже, так сказать, бесповоротно на долгие десятилетия, если не столетия, их испортить. Сергей, ну некорректные прогнозы. Либо улучшить, либо ухудшить. Почему? А, вы хотите, чтобы я дал однозначный прогноз? Улучшит он или ухудшит? Улучшит он или ухудшит он или ухудшит?